девочки здравствуйте решила вести свой личный такой дневник для нашего с вами общения вы знаете много мне задают вопросов и на инстаграм и здесь комментариях каких-то моих личных предпочтений решила все-таки это выделить из нашего такого общего разговора и о косметике и декоративной косметики о каких-то предпочтениях в книгах в кино музыки в рецептах в путешествиях и поэтому мой дневник для вас кому пригодится буду очень рада и сегодня моя такая первая тема это то что я очень люблю этому ритуалу я посвящаю прям время это уход в течение дня уход уходовая косметика я считаю что это очень важно не только вот с буквальной точки зрения что кожа выглядит более молодой отдохнувшей свежей но еще это важный такой ритуал правда и настройки какой-то определенной то что мы уделяем время именно себе мы не принадлежим в этот момент не нашему телефону не нашим планом не нашим детям мужьям и кому бы то ни было и это очень важно хотя бы несколько минут про себя с чего начинается это мое утро например я говорю об уходе за лицом сегодня вообще у француженок есть такое правило что что утром они не умываются какими-то активными умывалками там которые снимают что называется тогда жирок который естественным образом возникает за ночь и что это очень полезно для кожи потому что излишне обезжиривать кожу это вредно для нее истончается этот слой но я тем не менее люблю легкие специальные утренние очищающие средства они более такие щадящие и вот я люблю такую марку она из аюрведической истории такой утренние пенка легкая когда вот хочется есть потребность чтобы кожа была просто вот очень чистой так что могу применять это иногда какой-то легкий скраб идет но не чаще там раза в четыре дня например еще утром люблю конечно такой или смягчающий тоник потом могу вам сказать что все что я вам сейчас показываю и эти марки будут в описании под выпуском это не реклама а мой личный выбор это то что есть у меня дома я очень много всего пробую тестирую очень люблю это и слушайте лично я за это отвечаю так вот вот такой смягчающий тоник с ромашкой который подарит кожи свежесть который тоник что он делает он выравнивает паш кожи балансирует и кожа готова к приему каких-то других средств и вот сыворотки например крем очень важно наносить не на сухую кожу после умывания обязательно вот этот до умылись окей с этим с таким средством чуть-чуть до пенка такая чистящая или просто водой сразу же пошел тоник немножечко на ватном диске и сразу же после этого сыворотка или крем кожа должна быть слегка увлажненной для того чтобы она внутрь себя как в губка впитала вот этот полезный уже какой-то ухаживающий состав так что тоник может быть вот я люблю такой смельчающий с ромашкой еще есть мне очень нравятся такие корейские средства сейчас с эрбориан вот это на лето я люблю с матирующим эффектом что летом согласитесь довольно актуально его нужно взболтать тоже совсем немножко или или тоник должен быть один и кожа готова для приема какого-то средства уже на самом деле очень люблю делать маски делаю их наверное раз в три дня уж точно иногда бывают периоды когда кожа выглядит более уставшей часто бывает после самолета или после какой-то ну вот разные бывают что-то в гормональным циклом не знаю с витаминным составом что-то метода и если это не маска тогда мне есть вот такое волшебное средство такая гиалуроновая кислота которая конечно же дает увлажненность а увлажненность это уменьшение морщин такое средство наношу просто очень обильно на лицо включая глаза возле лица даже на волосы напитать корни и вот сколько кожа принят столько можно с ней и походить чувствуете излишек можете промокнуть иметь для меня вот это средство заменяет маску гиалуронка на самом деле гиалуронка знаете очень важно вот употребление как косметическое средство но у меня еще есть всегда есть средства внутрь гиалуронка вместе с коллагеном люблю очень солгар по многим причинам сейчас не об этом речь и гиалуроновая кислота здесь есть немножко коллагена вообще как правило не просто сейчас закончился сочетаю это моно люблю моно такие составы то есть гиалуронка гиалуронкой и плюс коллаген восстановление водного баланса кожи изнутри но не только кожи что очень важно это также состояние опорно-двигательной системы то есть связки наши все хрящики там тоже очень важна и нужна гиалуроновая кислота и коллаген соединительная ткань это также и органы наши в общем нам это нужно все конечно в большом количестве поэтому дополняю бадами и теперь кожа готова для крема я сейчас открыла для себя благодаря моей подруге который мне подарила два средства этой марки энхель марка и у них есть такая вообще знаю что это марка водородной косметики концепция российское производство все в японии но вот эта линия это так называемая даймонд линия у них есть и конечно она отличается тем что в ее составе входит молекулярный углерод фуллерен там нобелевская премия есть что он делает он работает как курьер и доставляет все полезные вещества которые здесь в креме есть которые и омолаживают убориться с морщинками и питают на самом деле есть кофеин который помогает дренажу да улучшить дренажные свойства крема то есть он все эти полезные полезные компоненты работает как курьер доставляет прямо куда нужно и конечно через мои руки проходит очень много разных средств я говорю что я чувствую пользу на кончиках пальцев такая очень приятная текстура тающая очень комфортная для лета и очень здорово что есть spf 15 если ну spf 15 может быть маловато для начала летнего сезона для весны хочется побольше защититься а когда уже июнь июль август spf 15 когда кожа уже приспособилась вполне себе замечательно если не хватает не хватает spf защиты хочется больше во первых я добавляю за счет биби или сиси крема где тоже выбираю чтобы там был защитный фактор или выбираю какое-то средство мне очень нравится скин сьютикал здесь вообще 50 если понимаете что вы целый день например не в городе когда spf 15 вполне хватает в офисе в городе так выбежали на улицу что называется до кафе до машины а если все-таки этот день под открытым небом солнце вывести на природу дача за город или там счет дальше отдых то это конечно я 50 причем 50 у меня уже очень давно вы знаете да что солнце вообще фото старение это самый главный фактор старения вообще солнце вообще очень влияет на структуру клетки и на коллаген на разрушение коллагеновых волокон еще одно один крем который мне очень понравился потому что у меня есть особенность кожи вокруг глаз и мне очень понравился тоже энхель из даймонд коллекции он такой густой очень такой текстуры знаете медообразный у меня как у многих выясняется разговариваю с моими подругами или с клиентками склонность к утренним отекам и это прям беда беда и поэтому вообще средства для кожи вокруг глаз это мой особенный такой выбор и мое повышенное внимание мне очень много кремов хороших замечательных и марок уважаемых не подходит и не точно я знаю что нужно выбрать найти свой если я уже нашла хожу его ну какое-то время менять не буду и вот этот мне очень подошел сейчас и просто мое новое открытие вообще до этого у меня были другие средства замечательные но вот мое убеждение в том что мы должны кожи создавать такой необходимый стресс мы должны переключать она привыкает к определенным средствам к определенным формам определенному ведь каждая марка это определенный тип воздействия до определенная такая технология и мы должны немножко менять чтобы включились естественные какие-то ресурсы что взяли поменяли какой-то принцип там заложен другой и кожа чуть-чуть знаете так взбодрилась поэтому вот это мое утро такое потом уже пошла декоративная косметика и то же после нанесения крема нужно отдать какое-то время кожи чтобы крем впитался прошел чтобы кожа его приняла он начал работать пошло потом декоративная косметика и вечером я снимаю косметику очень вам хочу рекомендовать вообще я считаю что это лучше не только я считаю многие специалисты считают и мои коллеги визажисты так считают лучшее на сегодня средства для снятия макияжа такие масла гидрофильные так называемые шу и мура слава богу марка появилась москве теперь банка дорогая расход очень небольшой и лучше купить уже тогда побольше такую банку очень надолго хватает чуть ли не на полгода даже может быть и больше и когда все-таки какая-то косметика есть тон консилер пудра это прекрасно масло немножко теплой воды на лицо создается такая светлая очищающая эмульсия очень хорошая мгновенная за один раз снятия всех декоративных средств даже вода каких-то водостойкой водоустойчивых мне очень нравится тоже тестирую разные сейчас у меня какой-то там тоже деток с дополнительной рекомендую вам и после этого тоже какое-то нужное средство которое еще дополнительно остаточки совсем уберет и для меня в течение многих лет один из моих любимых продуктов лосьон биологик решерс п 50 тоже какой-то запатентованный тоже какой-то волшебный вам не вышибчу но вам не обязательно знать обязательно знайте учитывать вот что у него очень специфический аромат который очень не любят дети и не любят мужчины описать его вам сложно чем он пахнет для меня он пахнет пользой и красотой но с этим согласны не все поэтому иногда я его даже не использую чаще все-таки используя но понимаю что там нужно дать время побыть себе еще в ванной комнате одной чтобы там прошло 3-4 минуты после использования чуть-чуть выветривается эта история и тогда уже можно наносить какой-то крем по 50 выравнивает ph кожи что очень важно потому что ph кожи это антиокислительные все процессы окисление кожи и клеток это процессы старения здесь мы тоже создаем этот барьер восстанавливаем ph кожи замедляем процессы старения плюс мы его наносим вот такими немножечко вдавливающими движениями и работает тоже как лимфодренаж и еще более глубоких слоях очищающие свое действие оказывает замечательное средство вообще как все что делает биологик решерс и на ночь вы знаете в принципе я люблю конечно средства универсальные как правило не покупаю меня нет двух банок одна на день крем другая на ночь нет как-то не люблю поэтому вот это средство моё до даймонд от эмхи я его использую могу использовать и на ночь просто ощущаю что хочется чуть чуть более питательной текстуры и например когда я успеваю нанести его часов в девять вечера то есть за три часа до сна например да а потому что если наношу крем накануне и сразу легла спать но у меня склонность к отекам есть так работает система поэтому когда все-таки позже наносится какое-то средство например в 10 в 11 я уже не буду наносить крем я нанесу вот эту сыворотку или какую-то другую сыворотку вообще ночью вот это время с 11 часов вечера очень полезно наносить наиболее активные формулы потому что начинается активный процесс обновление и восстановление клеток и поэтому вот сыворотки они очень хорошо работают у меня тоже один из моих любимых продуктов такая линия южнокорейская люксовая марка называется the history of who это значит история императрицы и тоже такой это полезный стресс для кожи потому что это косметика растительная очень активная в ее состав входят всевозможные растения корни растений которые произрастают там южной кореи они очень очень активные тоже я вам все названия не назову но там и женьшень есть и в общем очень много разных средств это вообще сыворотка прекрасно тем что она три в одном она и антиоксидант она и детокс она и питание она и антиэйдж люблю вот такие умные универсальные средства тогда ты получается что с одной стороны ты тратишься потому что они все не дешевые это не масс-маркет нет но с другой стороны это прям тебе не нужно много средств тебе достаточно одного но хорошего для себя и всегда можно найти какое-то оптимальное решение но я вас призываю к тому чтобы не иметь там какую-то очень дешевую простую косметику можно ее сочетать все равно нам нужны сейчас более уже активные полноценные формулы и технологии они не бывают совсем дешевыми это реальность нашей жизни но сочетание кожи на самом деле многое не нужно и ей нужно увлажнение и летом конечно уход это прежде всего увлажнение и в меньшей степени питания понятно да потом на зимний режим мы переходим больше на питательные какие-то составы и подсушивать кожу исключительно антиэйдж средствами в которых нет питательного или увлажняющего компонента тоже не совсем верно насколько я это чувствую на своем опыте и ну знаете я такое количество сделала программ посвященных теме ухода и кое-чему этих экспертов все-таки научилась поэтому делюсь чем могу пожалуйста пишите делитесь вашими какими-то находками я очень люблю в инстаграм мне пишут часто поэтому от вас здесь тоже жду и следующий раз давайте наверное что-нибудь приготовлю то наверное вы думаете что я только знаете занимаюсь мода модой красотой и съемками я очень люблю готовить поделюсь с вами какими-то интересными рецептами может быть на поверхности которые там салат со сливами у нас есть идеальный завтрак есть в общем с удовольствием это сделал так что все зависит будет от вас мой дневник будет зависеть от вас насколько вам это интересно полезно какой у нас здесь сложится диалог вот я с удовольствием поделюсь всем что у меня есть хорошее настроение красоты гармонии любите жизнь себя своих близких любите любовь счастливо